16 июля в американском издании BuzzFeed News вышла серия очередных разоблачений. На этот раз досталась любимица миллионов зрителей по всему миру, телеведущая Ленда Дженерис. На нездоровую атмосферу на съемочной площадке пожаловались сразу 10 бывших и один действующий сотрудник шоу. На условиях анонимности они рассказали изданию, что за кулисами шоу, пропагандирующего добро и взаимопомощь, они столкнулись с расизмом, угрозами и запугиванием. Сотрудники заявили, что были уволены после того, как взяли отпуск по болезни или отгул для посещения похорон члена семьи. А одна из бывших работниц заявила, что уволилась сама, потому что устала от постоянных расистских комментариев в свой адрес. При этом все сотрудники заявили, что у них была четкая инструкция, не вступать в контакт с Ленда Дженерис, когда она находится в студии. Указания поступали от продюсеров шоу. Слоган «Будьте добрее» работает только при включенных камерах. «Это все делается на показ», — сказал один из бывших сотрудников шоу. «Я знаю, что они дают деньги людям и помогают им, но это все для галочки». Основные претензии бывших сотрудников адресованы продюсерам проекта, но, по мнению обиженных, Дженерис должна внимательнее относиться к проекту, носящему ее имя, и нести ответственность за атмосферу в коллективе. Если Лен хочет иметь собственное шоу и писать свое имя в его названии, ей нужно быть более вовлеченной в то, что происходит. Думаю, что исполнительные продюсеры окружают ее и говорят, «Все идет хорошо, все счастливо». И она просто верит в это, но ее ответственность, выходить за рамки этого, — сказал один из бывших сотрудников. Проработав на шоу почти год, один из бывших сотрудников взял больничный на месяц, чтобы пройти лечение в психиатрической клинике после попытки самоубийства. Вернувшись на работу, он обнаружил, что его должность упразднена. «Казалось бы, если кто-то пытался убить себя, не стоит добавлять стресса в его жизнь», — сказал молодой человек, чья история была подтверждена четырьмя другими сотрудниками. Продюсеры публично говорят о необходимости обсуждения зависимости и психического здоровья, но они сами являются причиной этой стигмы. Они явно не практикуют то, что проповедуют своей мантрую «Будьте добрее». Еще один член съемочной группы опубликовал в личных соцсетях просьбу о сборе денег на лечение, которые не покрываются медицинской страховкой. На следующий день руководитель вызвал его в кабинет и настоятельно попросил удалить пост, потому что он отрицательно влияет на имидж Элен. Кроме того, сотрудники заявили, что в коллективе существует дискриминация, продюсеры по-разному относятся к членам съемочной группы, которые пытаются отстаивать свои права и указывают на токсичность атмосферы, и тем, кто готов безропотно работать по десяти и больше часов, игнорируя оскорбления в адрес коллег. По словам источников BuzzFeed News, на съемочной площадке царила атмосфера страха, я никогда не ощущал, что это безопасно, подойти к своему руководителю и обсудить какие-то проблемы. Потому что это был тот самый человек, который дожидался, когда я уйду в туалет. И тут же отправлял мне сообщения с вопросами о том, где я и почему не нахожусь на рабочем месте. В совместном заявлении BuzzFeed News исполнительные продюсера шоу Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер заявили, что очень серьезно отнеслись к историям сотрудников. В течение почти двух десятилетий, три тысячи эпизодов и в сотрудничестве с более тысячи человек мы стремились создать открытую, безопасную и инклюзивную рабочую среду. Мы по-настоящему огорчены и сожалеем, что даже у одного человека в нашей производственной семье был негативный опыт. Это не то, кем мы стремимся быть, и не та миссия, которую Элен поставила для нас. Субтитры создавал DimaTorzok